5 вещей, которые нельзя отдавать даром. Это может обернуться бедой. Есть вещи, которые нельзя отдавать просто так, ведь это может повлечь за собой неприятности как для бывшего, так и для нового владельца. Одежда, украшения, драгоценности. Когда какая-то вещь дома становится лишней или ненужной, часто возникает мысль дать ей вторую жизнь, отдав этот предмет кому-то другому. Это кажется лучшим вариантом, и дома появится больше места, и кому-то от этой вещи будет польза. Однако не все знают, что есть вещи, которые, согласно верованиям наших предков, нельзя отдавать даром. Ведь это может обернуться неприятностями как вам самим, так и новому владельцу этого предмета. Наши предки верили, что есть предметы, которые ни в коем случае нельзя просто так отдавать другим людям, даже родственникам. 1. Драгоценности и бижутерия. Больше всего это правило касается украшений, как драгоценных, так и бижутерии. Считается, что во время ношения украшений они наполняются энергетикой своего владельца. Поэтому отдавать эти вещи фактически с частичкой своей энергетики опасно. Также стоит быть осторожными, если кто-то вам дарит украшения, которые раньше кем-то одевались. Ведь в таком случае есть риск забрать на себя беды этого человека. В первую очередь это касается украшений из золота, серебра и платины. 2. Одежда и обувь. Вещи, которые мы постоянно носим, автоматически наполняются нашей энергетикой. Поэтому отдавать свою одежду или обувь кому-то весьма нежелательно, таким образом вы можете отдать свое счастье и благополучие другому человеку. Также нежелательно получать такие вещи от кого-то, ведь в таком случае вы не знаете, не передаст ли вам тот человек с одеждой свои беды и несчастья, возможно нечаянно, а возможно и со злым замыслом. Если же вы получили от кого-то одежду, которую носил тот человек, можно провести своеобразный обряд очищения, постирать вещи, добавив к порошку соль. 3. Веник. Конечно, не часто встречаются ситуации, когда кто-то кому-то дарит веник, однако и такие случаи бывают. На самом деле лучше избегать таких подарков, не дарить самим и не брать от кого-то. Если же кто-то вам дарит веник, можно просто дать этому человеку несколько монет, получится, что вы его купили, а не взяли даром. 4. Полотенца, шарфы и часы. Такие вещи издавна считались символами разлуки и ссор, поэтому их точно нельзя назвать лучшими подарками. 5. Носки. Здесь речь идет не о тех вещах, которые уже кто-то носил, а о новых. Так, не стоит дарить кому-то носки, ведь это разрушает вашу связь с этим человеком. Поэтому дарить своему мужу или парню носки на праздник – это плохая идея.